всем привет ребят я никитос и как вы уже увидели в названии я наконец-таки купил бмв который так долго мечтал она стоит сейчас за моей спиной мне сложно в это поверить но это действительно так давайте я вам расскажу вообще небольшую предысторию у меня всегда было в голове понятие скажем так гаража мечты естественно он должен был состоять из машин моей любимой марки это бмв у меня уже есть спортивная бмв это моя четверка у меня уже есть внедорожная бмв это мой x5 также у меня есть ретро бмв который сейчас здесь нет потому что она находится на полном восстановлении в малярке совсем скоро про нее тоже выйдет ролик и вот был один скажем так свободный слот который сегодня наконец-таки мне удалось закрыть я думаю что мы не будем тянуть резину сейчас я вам покажу эту бэху но вы обязательно досматривайте до конца этот видос поставьте авансом лайк за такую нереальную покупку и приятного вам просмотра итак почему именно айвось ну во первых на мой взгляд это одна из самых красивых если вообще не самая красивая бмв которые только существуют вот несмотря на то что мы этому кузову уже 10 лет по моему в тринадцатом году была и 8 представлена до сих пор она смотрится мега футуристично очень злобно круто и у этой тачке есть много плюсов есть много минусов но это все меркнет ровно в тот момент когда ты просто подходишь к ней делаешь одно движение вот все вопросы у всех окружающих после этого просто моментально отпадают вообще не удивил ни разу блин ну не у каждой тачки такое есть извините как бы ну там ламба дверь это даже не то это крылья чайки понимаешь у слс а такие двери ну естественно как вы видите тут все из чарбона двери чарбоновые пороги чарбоновые это плюсы наверное пока заканчивается потому что садится в нее максимально неудобно особенно с моим ростом метра 90 порог широченный салон мало чем честно говоря отличается от моей четверки даже хуже во многом меньше экран меньше при его приборная панель диода руль более простой карбона нет короче реально много минусов и соответственно на еще и медленнее потому что это гибрид как бы она едет там четыре с чем-то но по факту она медленнее и вы спросите тогда зачем же она точнее она в общем-то суть в том почему я хотел себе в гараж имена и восьмую хотел бы чтобы эта тачка была у меня в гараже потому что других таких нет наверное та самая такая понтовая прикольная необычная бмв наверное вы спросите почему хотел бы думаю что пришло время уже вам сказать тут такое дело это не моя машина это тачка моего друга я пока на такую не заработал иди-ка сюда да но тем не менее я вам не наврал это был кликбейт но не на все сто процентов я действительно купил все таки бмв который долго мечтал который хотел купить еще в прошлом году и которая наконец-таки заполнит вот это четвертое место в моем гараже мечты и она действительно стоит за моей спиной до сих пор как говорится ожидание теперь реальность в кадре так смешно смутаться короче это мотоцикл ребят да я очень сильно хотел себе мотоцикл бмв именно мотоцикла мне не хватало в моей коллекции мечты гаража мечты как угодно называете да это не совсем тот мотоцикл бмв который я изначально хотел я хотел себе р-90 хотел себе f900 но как говорится надо смотреть глаза реальности пока нет денег поэтому было принято стратегическое решение купить самый дешевый мотоцикл бмв который только можно вообще было найти это он да выглядит он мягко говоря странно прям ну вообще неказистый какой-то вообще непонятный старый ну вообще не очень но почему я все-таки его купил короче на самом деле я даже не снимал покупку это максимально спонтанно произошло просто утром проснулся открыл доску объявлений некую и вот это вот чудо мне выскочил за 300 тысяч рублей и при этом у него 27000 пробега он год назад пригнан из японии и полностью обслужил еще и стоял рядом с моим домом буквально через дорогу короче я просто приехал не глядя грубо говоря купил то что видел что реально с мотиком все в порядке но короче да он очень странный и я хочу это изменить и тем самым докажу что даже дешевый мотоцикл может смотреться реально круто то есть если на него посмотреть здесь есть явные моменты которые как бы выделяются и очень сильно его ставят это например фара зеркала поворотники цвет сидушка ну короче все очень такое странное старое некрасивое и это все мы будем менять короче говоря несмотря ни на что я реально доволен этой покупкой это дешево и сердитое я вас уверяю вот результат то каким мотик станет он нас как видите и 8 у меня уже отобрали так что давайте переходить к тюнингу и в первую очередь мы с него снимем все лишнее а для этого нужно поменять локацию наверное в первую очередь поедем моим друзьям ксенон москва и сделаем крутую кастомную оптику потому что это 70 процентов вида тачки и думаю мотик это не исключение погнали раздевать ну что я на базе чисто ничего не произошло никто не шелохнулся такой вот уродец не совсем уж он и уродец но конечно поработать есть ничем короче фара очень плохо выглядит это не его фара чуть-чуть газель приехал прошлый собственный и короче фару он поменял на бушную поэтому такая желтая я знаю что вы умеете какие-то магическим образом на тачках делать пластик из желтого супер прозрачный с мотиком так про раз работает вообще без проблемы смотри как раз во время приехал у нас стоит очень интересный автомобиль как ты видишь твои любимые марки да слушай я хочу пояс сюда тоже чтобы были вот типа как на 30 лет вот смотри как раз ига я думаю мотоцикл как раз да 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 я так хочу все тогда не теряем времени в бой а мы сможем еще сделать чтобы вам там всех бмв мотиков почему такая тема что только один глаз светит типа а второй это дальний можно будет сделаем все как ты любишь будет вы пишет пиле будет два ближних вот далее огонь слушай тогда еще вопрос а мы можем что-то с задним стопорем тоже потому что он очень старит я думаю это тоже вообще не проблема сейчас разберем его посмотрим ну как минимум его надо притонировать мне кажется это вообще без проблем а полируем все сделано лучше мы тут уже накинулись на инструменты я понял чтобы наверное было бы круто если бы вот эта черная матовая маска стала глянцевой она будет намного свежее сразу смотреться надо еще витрови куда-то снять уродский короче все раздеваем его начинаем сейчас снимем витровик и сразу же он станет ну фара станет больше выделяться оп-оп смотри сразу тоже самое только без без витровика но как бы она видишь больше на себя берет акцент когда она будет все черно-глянцевым вот это все вышкурим чтобы красивенько было но есть ощущение что какой-то просто там по себе не суратный типа знаешь такой я хочу это исправить попробовать это моя высшая цель то что он очень агли такой прям вот ну реально стремный странно но мы постараемся это исправить пока парни разбираются тут с нашей оптикой погнали я вам кое-что покажу асси и бигологи помните в прошлом выпуске я вам показывала свой гараж мечты в род мире и обещал купить одну из тех бмв так вот во первых обещание выполнено а во вторых я за эту неделю неплохо так развился на пятнадцатом сервер сейчас все расскажу а для тех кто не в теме напоминаю родмир рп это бесплатная онлайн игра с открытым миром от третьего лица здесь ты можешь стать кем угодно от мэра до криминального авторитета все зависит только от тебя взаимодействуй с тысячами других игроков влияя на их судьбу покупай тачки недвижимость крышу и бизнес следи за здоровьем персонажа меня и луки сдавай на права соблюдай или нарушай пдд короче перечислять долго все как в реальной жизни ну так вот на днях у меня появилась еще одна эксклюзивная тачка причем я ее даже не покупал мне и подарил один из вас моих подписчиков и это бмв м1 если честно я был реально прям шоке она очень редкая она уже давно не производится это одна из самых первых эмак которые только появились вообще вот в таком клевом красном цвете у нее сзади два значка бмв больше всего мне нравятся вот эти офигенные выдвижные фары смотрите как стильно выглядит круто проработаны на самом деле в реальности мечтал бы такой машине ну по крайней мере есть тут вообще мне очень приятно что вы потихонечку начали подтягиваться в игру и даже делать такие крутые подгоны поэтому я решил с вами немножко объединиться и создать свою семью это будет что-то типа банды из моих подписчиков которые пока что сможет попасть каждый желающий но естественно это не навсегда поэтому советую вам сделать это побыстрее пока еще места не закончились сделать это можно как с компа на радмире так и на телефоне в мобильной версии хасл онлайн весь функционал а также мир и персонаж здесь один и тот же поэтому вы сможете попасть в нашу семью любым удобным способом так что ребят обязательно переходите по моим ссылочкам в описании качайте рад мир себе на комп хасл онлайн на мобилку и не забывайте вводить промокод никитос по нему вы получите приятные бонусы в игре которые помогут вам быстрее развиться жду вас на 15 сервере а 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 какой-то разъем и он не станет подставан вот все Чем-то детьми наделан. Короче, смотрите, оставили задний подкрылок. Насколько идеально сюда встанет рамочка. Можно даже чуть повыше ее вот так сделать. Да, все, ток. Просто идеально. Я бы сделал здесь какое-нибудь такое крепление, и вот номер бы сюда вот убрал еще дальше. Так нельзя, это уже против правил. Нет, не под козырек, типа козырек убрать. Тогда невозможно будет ездить. Дождем будет накидывать очень сильно. Ну, в любом случае, это будет лучше гораздо, чем вот этот. Что это такое? Это Мэнни из ледникового периода. Или не Мэнни, как его там звали? Денис. Сид. Сид, да. Ну, что это за х**ть? Как можно было такой мотоцикл поставить еще? Мне кажется, они когда на заводе собрали мотоцикл, такие думали, какой же он старый получился. Да, да. И что, Мерседес, что это? Такая красота, какая роскошь. Такая красота, какая роскошь. Вау, души тебе, как АМГ. Мерседес, что ли, что это? Это просто лампочка и все? Да. Мне покажи. Что с этим можно сделать? Ну, можно лампочку поменять. Не, ну, слушай, визуально, как бы, ну, сравни, вот до-после, да, примерно. По-моему, есть разница какая-то. Ох ты ж, твою мать! Кто за идеальная? Так, как хотел, да? Смотри, получается. Вот снимаю. Оп. Топчик. Слушай, я уже за***л сидеть, когда там на... Во-первых, я... На труд вон там вот. Сюда, покажи, я вот только что опубликовал тысячу километров, чтобы вы понимали, в каком, в какой обстановке это обычно происходит. Не дай бог, там не будет 150 тысяч лайков. Зайду, проверю. Хотя этот ролик выйдет, наверное, через месяц уже, после того, как выйдет тысяча. Или недели через три, как минимум. Ну, не в суть, проверим. Кто не поставит лайки, то то ох. Да, и вот под этот ролик, пожалуйста, тоже лайк поставьте. А то вы только тысячу смотрите и лайкаете. А тут, наверное, будет опять 500 тысяч просмотров. Вообще-то это тоже достойно ляма. Вот так. Кто такое еще делает? Кто вот покупает самый дешевый мотик БМБ и делает из него булочку? Никто. Только я. Подписывайтесь на канал. Не забывайте. Потому что каждые 50 тысяч подписчиков выходит тысячу километров. Ой, 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 ой. Что за секс? Вы вообще понимаете, что такие только у меня и у меня. Даже не у Майкла Джексона. Больше ни у кого таких нет. Ну, представьте себе, что вот эта штуковина 2002 года. Ну, в целом. Выглядела вот так. Да, так, кстати. Так, ну что, не титес там? Когда я готова будет? Это делается, но этот процесс долгий. Блин, мы помимо того, что фару делаем, еще поворотники сделали. Уже полмотоцикла разобрали, болгаркой его пилили. Это еще только начало. Первая только локация. У нас еще их много ждет. Ух, сразу вот просто матовый цвет всегда так старит любую технику, машину, мотоцикл. Просто делаешь черный ганет, дались сразу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ребят, вы только посмотрите на этот безумный результат. Казалось бы, такая маленькая в масштабе целого мотоцикла деталь, как оптика, фара. И настолько сильно она молодит его. Я думаю, что лет, наверное, на пять сегодня мы точно освежили этот мотик. Просто сделав фару глянцевой, прозрачной, ну, естественно, кастомной, с красивыми оранжевыми ангельскими глазками. Ну, на мой взгляд, выглядит просто офигенно. И теперь внешний вид этого мотика уже кардинально преобразился. Я думаю, что совсем скоро он уже станет еще моложе, потому что мы его переклеим в синий цвет, поставим другой выхлоп. Зеркала сегодня мне уже сейчас привезут другие. Короче говоря, нас ждет еще много работы, но пока я хотел бы сказать огромнейший респект Xenon Moscow. Тема, брат, ты меня удивляешь, как всегда. Просто, ну, чтобы вы понимали, я уверен, что это единственная штуковина в мире. То есть второй такой фары не существует. Полный кастом. Каждый раз удивляюсь тому, насколько профессионально пацаны все делают. Конечно, по традиции, для всех подписчиков Никитоса по промокоду Никитос скидка 10% до конца июля. Так что, братва, в описании ссылочка, напоминаю, до конца июля вы обязаны сделать себе какую-то крутую оптику. Свет это очень важно и при этом очень красиво. И тем более по привлекательной цене. Пацаны берутся за самые сложные проекты, могут реализовать любой кастом, как вы уже сами это увидели и убедились. Так что ссылка в описании. Действовать. Ну что, ребят, наконец-то пришло время вручить нашего Бамблби. Напоминаю, в прошлые тысячи километров мы его разыграли в моем телеграм-канале. Там, кстати, часто проходят подобные движухи, поэтому ссылочка в описании. И вот здесь обязательно подпишитесь. Победил мужик, взрослый мужик, лет 50. И это было очень необычно и неожиданно. Тем не менее, он хочет вручить этот мопед своему крестнику. Сейчас мы ждем нашего героя. И вместе с ним поедем в город Чехов, чтобы вручить 14-летнему пацану вот этот замечательный мопед. Я думаю, для него это будет самый раз и по размеру, в отличие от Васи. И при этом он в суперкрутом техническом состоянии. Мы его чуть-чуть там помыли, подмарафетили, чтобы он не так плохо выглядел после нашей поездки, когда ему досталось, скажем так. Тем не менее, он все еще работает просто безукоризненно. За одну секунду заводится. Просто без вопросов, как бы. А, еще зеркала поставили. Тормоза работают у нас хорошо, заводится он хорошо. Фары светят и передние и задние. Поворотники работают. Так что я думаю, что для малого будет в самый раз. Так что ждем нашего героя. Здравствуйте. Ничего себе. Вот это у вас рост. Ребят, чтобы вы понимали, я метр девяносто. Я не знаю, как мы сейчас все поместимся. Ребят, пожалуйста, на таком тысяче километров не просите проехать. Ну, собственно говоря, что, мы едем в город Чехов, я так понимаю. А вы реально подписаны на меня, смотрите мои ролики. Ну, да, я еще не помню. Ну, давно уже. Давно, да. Вообще, насколько удивились, когда я написал, что вы выиграли? Что вообще произошло в момент, когда, получается, бот-рандомайзер выдал ваше имя? Начали сначала писать подписчики. Это что-то ужасное. Кого тут не было. Кто-то поздравлял, кто-то посылал. Ну, поклать. Дейки прилагал. Сколько предлагали? От 7 до 143. Ого! Надо было отдавать! Нет, нет, я сразу сказал, что, извините, не отдаю, не продаю. Дарено и не дарят. Тем более, я обещал крестнику, и я так не могу поступить. Ну, это правильно. Вы почувствовали силу аудитории, да? Я не понял сначала, я думал, может, это какая-то шутка. Мне потому что писали, и я Никитос, и я Никитос. Да, ребят, если что, пока в официальном моем аккаунте нет вашего имени, если вдруг что-то такое, не верьте никому, никому не отправляйте деньги. Если я делаю какой-то розыгрыш, это всегда бесплатно. Поэтому, если кто-то что-то вас требует, никогда не соглашайтесь, это все обман. Здорово, ты счастливчик? Поздравляю. Серега тебя зовут? Да. Ну, что, Серега, выгружай. В твоем опере от тебя. Да, нет, нет, сейчас ты сомневаюсь. Ну, что, доволен? Да. Все, сегодня по бабу. Ну, что, ребят, расклад у нас какой? Получается, Александр нас выиграл в конкурсе. Сергей, его крестник, преемник этого транспорта теперь. Ну, смотри, заводится как бы он. Очень легко, ключик вот сюда, оп. Тут такая подорочка, ее просто чуть-чуть. Поехали. Поворотники, тормозали, передний, задний. Зеркала настроишь под себя. Можешь катать, только смотри, аккуратно. Лифт касать сразу. Я потом тогда. Ты катался хоть раз? Ни разу. Меня только катали. Ну, не ушатай. Так что, такие дела. Прошу. Спасибо. По деревне, я думаю, кататься самое то. Ну-ка, пристать, тут мы на тебя посмотрим. Вот. Тут по размеру техника. А теперь можно рядом фотку Васи, пожалуйста, на нем? Мне тут передали, что ты на слово пацана сказал, что это будет твоей мотивацией, стимулом. Ну, ты будешь хорошо получать хорошие оценки. Все. Я лично проверю. Ну, получается все. Ребята, если вам нравятся такие конкурсы, пишите в комментах. Может, что-нибудь еще разыграем. У меня тут еще есть идея моего гольфа разыграть. Он у меня стоит во дворе, я не знаю, что там делать. Но это вам надо очень много раз подписаться на мой телеграм-канал. Можете приступать. Ссылка в описании. Что, Сергей, поздравляю тебя еще раз. Катайся. Аккуратно, главное, с умом. Я знаю. И не подобайся Васе, катайся в шлеме обязательно. Сюда. И все счастливы, хэффи-эн. Счастливы. Вот, ребята, одно хочу вам сказать. Делайте добро. Это реально так приятно. То есть, как бы, даже мелочи, которые для вас будут мелочами, для других людей могут оказаться чем-то большим. И реально, пацаненок будет теперь по деревне кататься с кайфом. Да главное, чтобы учился. Ну, это понятно. Все. Спасибо, что поучаствовали. Спасибо. Всего хорошего. А мы возвращаемся к моему мотику. Прошла неделя примерно с момента последнего включения. Я все это время думал, как же мне лучше сделать. Поклеить мотик пленкой. Потом подумал, может быть, его стоит покрасить, потому что тут очень много всего нужно готовить под оклейку. И, как видите, я сижу на мотике, но на мне нет экипа, на мне нет шлема. Еще сзади моя четверка стоит. Еще сзади даже i8 еще одна стоит, которая мне как бы намекает. Братан, ты знаешь, что надо было брать? Какой мотик? Какой старый BMW? Короче, он сломался. Мне кажется, там новая возьмешь, то же самое будет ломаться. Это же BMW. Тебе кажется. Короче, я просто ехал по городу, и у меня в какой-то момент сначала пропала первая передача, а потом пропали все остальные. А потом, я еще и приехал сюда, и произошло вот это. Почти, почти. Давай, давай. Что это было? Ты это слышал? А что это было? Ну, открой. О, там, наверное, знаешь, как картерные газы попали вниз, типа, понял, в поддон, и масло забулькало. Да это антифриз здесь находится. Вот здесь, ну, короче... Радиатор? Радиатор стоит антифриза, да. Ладно, об этом позже, хотя это не логично, но, тем не менее, надо его привести в вид, о котором я мечтал. А там уже будем разбираться. Поэтому я решил все-таки его красить и приехал к своим друзьям в спорткар-сервис. Олег, Данил. Привет, привет. Здорово. Очень странно, что мы здороваемся, как будто мы здоровались до этого. Тупо у всех блогеров всегда так. Короче, я, как видите, в немного расстроенных чувствах. Я приехал к вам за помощью в плане покраски. Давайте я об этом вам пока и расскажу, а там уже разберемся. Что нужно сделать? Вы бы сделали уже, знаешь, какое-нибудь BMW-шное приветствие там. Чик-чик-чик там. Смотри. Смотри, вот эта штука, она сейчас уже выглядит лучше, чем как я ее купил. У меня, ну, кастомная пара, зеркала тут, короче, там туда-сюда, лишнего, поснимал всякого. Но от того, что я поснимал всякого лишнего, тут осталось много отверстий. Например, вот это, вот это, вот здесь всякие штуки, приборка. Короче, я хочу все это дело закрыть. Ну, типа, получается, напаять нового пластика, поклянуть хорошенько. И я хочу, чтобы он стал такого же цвета, как моя четверка. Реально? Да, реально. Реально. Заводится она классно. Да нет, возьмемся, покрасить мы сделаем без проблем, это все заделаем. Сидушку тоже перешьем. О, даже так? Даже так, да. Выхлоп, что с выхлопом? Да у меня просто другую банку купил, надо будет поставить. Проверить? Что, тоже сможете сделать? Тоже, без проблем, да. Это что мы делаем? Да я, походу, в правильное место приехал. Я думал, сейчас буду по Москве гонять, там разные места. Ну ладно, что ли? Все в одном месте, да. Все сделаем. Слушай, ну да, по пластику посмотрим. Ну и параллель надо разбираться, я так понимаю, почему он не заводится. Я, честно говоря, когда он сейчас начал булькать, вообще испугался, потому что до этого... Там бензин есть вообще? Да. Точно? Полный. Я просто, короче, когда ехал, получается, по трассе, он немного нагрелся. Я вот думаю. Но при этом не загорались лампочки, то, что он перегревается, а чувак говорил, что они работают, который продавал мотик, и он точно не врал. Ну я спросил, мошенники они или нет, они сказали нет. Но когда я сейчас услышал, что там забулькал антифриз, такое ощущение, что... Пора доставать компрессометр, пацаны. А ты когда деньги ему отдал, он быстро ушел? Нет, он на связи со мной. Он говорит, ну я честно тебе говорю, что ничего не было с ним, он на нем два сезона, получается, отъездил. Да не просто, когда покупал гольф, когда он отдал деньги, чувак очень быстро ушел. Там пятки сверкали у человека, да. Ну и типа здесь ротокс мотор, это один из самых надежных моторов для мотоциклов. Давай попробую звести. И летаю, давай еще раз. Что за звук это было, правда странно? Мулька не антифриза, б***ь. Вот что это было. Это значит, что там газы выходят из... У меня так и в четверке было. Из чата. Из чата выходит. Так, ладно, давай сначала попробую нейтралку. Нет, они не втыкаются, понимаешь? А, вот сейчас типа. Притом, смотри, я воткнул как будто нейтралку, а нейтралка не горит на приборке. Когда я втыкаю передачу, нейтралка загорается. Ну-ка давай, тогда попробуй завести. Произ. Нет, давай. Он на одни, да, на один. Ну что это было? Это стук мотора его? Нет, 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 нет. Это стук коробки был. Мне кажется, это просто она не включается, ребят. У тебя просто, да, не врубается. Поэтому тебя нейтралка не видит, нифига. А смотри, Игорян, такой вопрос. В нормальном состоянии может быть такой, что антифриз просто забулькал почему-то там. Ну, перенагрев типа. Да нет, он выкидывает просто из ришек, из мотора в расширительный бачок. И все. Какие еще звуки ты сегодня нам покажешь? Уже было буль-буль-буль, уже было тр-р-р-р. Что дальше? Давай попробуем еще раз, да? Я ж не учусь на своихах. Передача не втыкается. А, вот какая-то в окно. Нет, в окно. О! Первая. Вот первая, да. Первая едет. Да, я проеду. Уже есть прогресс, слушай. Ты же правильно приехал к нам, он начал работать. Так, у вас 10 тысяч, мы потянили. Да, сейчас короче, не тралка. Не первая. Не первая? Передача больше не втыкается. Да? Я думаю, что резонировка. Есть какой-нибудь, не знаю, аварийный режим там у нее бывает? Да нет, ну там вилочки, скорее всего. Потому что все маленькое, это же мотоцикл. Что такое вилочка? Вилка, это как муфта, которая включает вот так тебе шестеренки, двигает туда-сюда. Вилка заводит муфту на шестеренку, вот так правильно сказать. Ну, я так понимаю, в любом случае, мотор надо разбирать. Ну, если коробка у тебя отсоединяется при разборе мотора, то, ну, чтобы там что-то увидеть, типа. БМВ, дрочеры? БМВ, ну что ты со мной делаешь? А что делать-то реально? Мы его весь разберем, начнем делать пластик. Ну, это нам никак не влияет. Соответственно, в тот момент мы будем делать мотоцикл, чтобы он был на ходу нормально. Сидуху будем перешивать, и с глушителем пока разберемся. Ну, пока глушитель все равно возможно снимать. Ну-ка, подожди, пошевели, стой, вот аккуратно ногой. А, нет, там ходит. Ходит, да, я вот про это уже говорил? Да, 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 ходит. И сцепление тоже, видишь, оно выжимается нормально. То есть я думал, что тут может быть тягацца. Ну, там вилка только, больше там ничего нет. Такое ощущение, что как будто там какие-то шестерни перескочили в какой-то момент, типа, и... А как они могут перескочить? Первая передача превратилась во вторую. Такой может быть? Нет, они же стоят на ВАУ, одна за другой. Ну, то есть сейчас вниз, получается, втыкается вторая передача, а должна первая втыкаться. Ну, это хуйня какая-то. Ну, конечно же, у меня не может быть стандартной проблемы. Почему нельзя было просто, в словом, сцепление? А потому что нехуй было БМВ покупать. Я говорил, купи нормальный японский мотороллер. Ты, блядь, купил вот эту хуйню с пропеллером. У меня нет другого выбора, я уже сделал свой выбор. Понимаешь, это как девушка, ты его забираешь один раз в жизни, жену свою. Ребят, начинается ваш любимый контент с БМВ. Ставьте лайки, пожалуйста, потому что, походу, это будет дорого. И долго. Да, и долго. Давайте загонять его в бокс, получается. Давай, да, начнем разбирать, вскрывать. А, еще я вам не сказал, вот я поменял зеркала, поставил новые красивые. Здорово. А может, это из-за них? Это, наверное, из-за этого случилось, Никит. По-любому. Давно поставил зеркала? Перед этим, да? День, день. Все, мы нашли проблему. День, день. Ну что, ребят, настал, наконец-таки, по сути, финальный день прокачки внешнего вида моего мотоцикла. Если честно, мне в это очень слабо верится, потому что сейчас я вам покажу, в каком он на данный момент находится состоянии. И вот уже сегодня вечером он должен быть полностью собранным, красивым, таким, как я его видел в самом начале. Пойдемте посмотрим, что сейчас с ним происходит. Что вы сделали с моим мотоциклом? Посмотрите на этого Франкенштейна, они его повесили. Просто колес нет, фигуки нет, пластика нет. О, но зато, смотрите, узнаете? Это мои уродливые серые диски такими стали. Глянцевые, черненькие, блестящие, все как положено. Ну, за время моего отсутствия, на самом деле, очень много всего произошло. Все, как минимум, стали черными колеса. Также уже начался процесс перешива сидухи. Сейчас мы с вами пойдем, посмотрим, какая там будет кожа, выберем нитки. И также уже открашен весь пластик мотоциклу. Ну, вы это все уже, скорее всего, видели в перебирках, но я вот только сейчас это все увижу в первый раз. Идем выбирать цвета кожи и ниток для нашей сидушки. Здарова. Так, хорошо, у нас тут уже все в разгаре, да? Короче, у меня задача, чтобы кристалл черный, правильно? Вот. Мы на самом деле подобрали, Серега, у нас было два выбора, мы без тебя выбрались. Серега, скажи, вторую, пожалуйста. Был еще вот такая. Видишь? Ага. Она, это более такая, ну, но она чернее, видишь? Ну да, вот это чернее. Согласен. Мы приняли решение. И она более жесткая, например. Но это не кожа, чтобы ты понимал. А, да? Да. Это некая кожа. Кожа не используется, пожалуйста. Потому что она намокнет на дожди и конец, да, будет? Молодец, ну сейчас все знает, Садыр. Пока Серега придет это все проверить, пока он перекурит, можем сходить и посмотреть цвет мотоцикла. Нужно сходить и посмотреть. Погнали посмотрим. Знаете почему? Потому что мы потом будем убирать нитки. Чтобы ты понимал, какие нитки выбрать. Пойдем. О, кстати. Пожалуйста. Моя Е21. Наконец-то ее перетащили в малярку. Пороги? Пришли на заказ с усилителем совсем. Потому что их не найти. Только вчера пошли. Пороги. Теперь можно будет варить, короче, делать днище. Пошлите, все. Теперь идем туда. Самое интересное. Смолитесь. Готовы? Пошли. Стой, 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 стой. А у нас будет момент. Так, пошли, это нормально? О, слушай, ну красивый. Блин, очень похоже на четверку на самом деле. Прям то, что нужно. А, и самое важное это. Все наши дырки и прочая нечисть все полностью ушли. Все, что черное, все были дырки. И теперь оно, хоп, идеально. Да блин, вообще топ на самом деле. Ну я, если честно, в шоке с качеством покраски. Прям очень крутое. Это типа оно еще не полированное, вообще не черное? Не, 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 только будем плевать, что оно зациклено. Ну оно прям идеально реально покрашено. Вот эта штука наконец-таки стала глянцевая, красивая. Потому что была вся серая, зашорканная, уродливая. А, самая важная новость, ребят. Я не знаю, каким чудом, но нам удалось найти лючок верхний, который закрывает, ну, нишу на баке. Он стоил 20 тысяч рублей. Как он называется? Вундерлич, по-моему, или что-то такое. Короче, его купил мой друг Серега Людов в Германии. Кое-как-то мы придумали, как его сюда доставить. Не придется ничего колхозить. Просто будет оригинальный крутой лючок, который просто закроет эту нишу, дырку, и мотик будет полностью полноценно. Что, погнали нитки убирать? Цвет я запомнил. Да, цвет ниток, да. Блин, а мне кажется, вот это ближе. Вот это ближе. Да? Цвет 100%. Подожди, я предусмотрел все. Подбор цвета под телефоном. Это вообще круто. Смотри, там мега-мега. Ну, что-то среднее. Ну, так что ближе. Напишите в комментариях, чтобы, естественно, можно было бы смешать их два, вот получилось бы вот это. Ну, согласен, это какой-то гейский серег. Я об этом и хотел сказать. Тогда мы выбираем. Вот-то мы и возьмем. Нет. Я помню, дайсы, used to laugh at me. Used to show them on my record something casualty. Used to say it was a passion, I'm a path to be. Then they told me that I couldn't, so I had to be. Tell me what they really think about it now. Used to hate it, but I guaranteed it proud. Had to do it just to show them that I could, yeah. Now I finally think I took it where I should, yeah. Had a joke, song you, and now you're out and went laughing. And I did a whole lot of winning, look at came from a past and I see a whole lot of knowing when I could see now in the public and I made a lot of things. Man, at least think something now you're the job. And I tell me where you went to do. Look I bet it was a simple time. Look I went and took it different. Look I went and took it different. Look that's why my life is different now. Все, готово полностью? Полностью готов. Ну, целиком типа? Да, конкретно, полностью. Ни хрена, а? Ребята, это моя сидуха. Разница есть, по-моему, да? Прикольно, что она теперь состоит из четырех частей. Раз, два, три. Да, из четырех. Строчка кайф вообще. Я хочу поставить уже, ребят, давайте собирать мотик скорее реально. Что можно собирать? Давайте в городе подождем. Ты лучший. Ты просто лучший. Блин, реально очень круто выглядит, мне нравится. Ну, на мотике это будет более понятно. Надеюсь, что сидеть на ней тоже будет удобно. Что мы теперь делаем? А когда здесь собирать? Колеса уже почти готовы. Пошли ставить колеса, собирать пластик, в принципе, и собирать сиденья. И вечеру уже должно быть все готово. Честно, ребят, мы сегодня целый день работаем над этим мотоциклом бедным. Столько работ уже над ним проделали. Колеса на месте. Мы там пока делали, у нас сорвало два болта, мы высверливали ее. Кое-как это все поставили на место, собрали. Уже почти 9 вечера, планировали мы намного раньше закончить. Но по сути нам осталось просто накинуть пластик. Это вроде как быстро делается. Мотик будет готов. Осталось узнать, доедет ли он своим ходом, куда нам нужно. Или все-таки мотору и коробке пришел конец. Ну, твои ставки какие? 50 на 50. 50-50. Тут всегда так. Это вообще другой мотоцикл, да? Так, пусть все. Да. Эээ, б***ь, б***ь! Б***ь! Б***ь, реально, посмотрите на него, он вообще другой! Он просто другой мозог-тыкал! Ребят, это был очень долгий день, но, честно, результат просто, одним словом, того стоил. Получилось мега круто, цвет бомбы, не терпится сравнить его уже с четверкой. Он реально освежился лет на 10, как минимум. Ну, если вы не согласны со мной, напишите об этом в комментариях. В данный момент, единственное, что мне хочется сказать, это вот такой вот респект ребятам из спорткар-сервиса. Пацаны, Олег, Даня, вы, б***ь, я не знаю, просто тигры, львы. Реально, я, чтобы вы понимали, как вы помните, приехал сюда просто покрасить пластик, как бы. В спорткар-сервисе вы можете приехать и получить новую машину, практически. Хотя, если вы хотите, не знаю, колеса подкачать заехали, вы захотите сделать что-нибудь еще. Вот, короче, если в двух словах, реально, ребята делают очень качественно, очень круто, у них очень крутая покраска. Помимо этого, они еще кучу всего умеют, а еще у них есть YouTube-канал. Сын против Бати в перепукстве. Звучит, по-моему, очень интересно, и у них уже вышла целая куча серий, где они по очереди с бюджета в 100 тысяч покупают самые разные тачки и пытаются, кто быстрее, накопить на тачку их мечты. Короче, там у них Рубилова реально жестко, ребят, ссылка будет и на сервис, и на канал пацанов в описании. Обязательно переходите, подписывайтесь на канал, приезжайте к ним, вот от души вам советую. Ну а я что, уже ночью я никуда сегодня не поеду, мы ждем завтрашнего дня и поедем кататься. А-а-а-а-а-а-а! итак по свежее а игорян первый раз видит мотик посвежее стал выглядеть вообще другое дело короче я не выдержал во-первых захотел увидеть его при свете дня поэтому снова приехал спорткар сервис пацанам во-первых как я уже сказал хочется увидеть его вот так я вижу и крутой он крутой ребят но как будто значит подорожал а сидушку перешили да я ж ничего не видел не сидушка оставалось вот я говорю крышечку поставить через четыре дня она должна прийти не на в целом да и колеса черные тоже прикольно смотрится ну короче да пробуем еще раз завести вот это что может быть игорян как думаешь ну это откуда-то газы куда-то идут но вот я думаю может они из-под клапана крышки по-моему там что-то да я хочу подлить масло в бмв может в этом проблема надеюсь чего было нормально я подливал я так еще чисто для проформы либо ну а у субстеншин тут вообще не должно быть масло братан это ну все типа это эмульсия на масло ну да да это антифриз смешанный с маслом там даже его не видно обычно ну всяк ну да вытащи черт да все там тему всему кстати не исключено что это все начиналось из-за этого коробка уже не работает там все вместе ну да я горит масло принес подлить а там его предостаточно ребятки у тебя твои чоки могут же говорят на мотор не перекинуть лишь таки ну да да я просто сейчас съезжу куплю мотор поставим новый мотор это может долго по времени все это может быть не я уезжаю в 1000 км завтра не я давай сейчас наберем спросим как я узнаю да ну смысл я понимаю какая разница меня если мотор менять ну типа точно пиздец сейчас эмульсия пацаны так изначально сказать конец обидно такой красивый и не ездит всерьез будет намного дороже чем я думал но я к счастью нашел уже один мотор один в природе он и существует во всей россии находится он недалеко отсюда балашихи короче меняем мотор получается зачем я сюда приехал ну в целом все как и было описано у ребят то что мотор хорошем состоянии залезли эндоскопом там идеальный шихон никаких задиров никаких трещинок ничего нету никакой коррозии так что мотор берем ну чё я могу сказать съездил я в 1000 километров пока меня не было все готово смотреть он реально готов он готов и внешне и технически у нас стоит новый мотор я смотрю у вас youtube попер да ну я так понимаю вы porsche m4 продали уже и взяли его и пару почек короче говоря ребят я не знаю как выразить благодарность пацанам которые помогли нам сегодня в ролике реально у нас стоит новый мотор новый весь пластик новая фара и ксенон москва ребятам тоже респект здесь просто ну ты другой мотоцикл он просто другой я не знаю он во первых он теперь ездит теперь не такой как раньше раньше это был смерть просто не но он все-таки бмв ну да по-прежнему то же самое только в другом цвете не ну реально согласитесь ребят это просто какая-то магия пацаны реально сделали с ним какое-то чудо этот другой мотоцикл я безумно доволен результатом я еще раз напоминаю что ссылочка в описании на канал пацанов у них там очень много интересных движок вот роллс там уже что-то не купили я так понимаю но не будем об этом вы увидите у них на канале что я еще раз хочу сказать вам огромное спасибо просто просто огромное я не знаю как в другом описать и кстати немаловажно ребят вот это заметили крышечка осталось только подъехать моей четверочке поставить их рядом и подснять для вас красивые кадры сейчас опять это говно баварское закипит поршня повылетают ставки делаем ставок больше нет никита что увидят только во время просмотра ролика я верно понимаю они любители бмв я не знаю да да никита куда ты уехал я один против вас не отобьюсь все нормальные уважающиеся пацаны знают что бэха это кто это то труп ты хотел сказать ты перепутал слова опять маленький вот и так каждую сети чтобы понимали я я Commission я я я я я я Ну что, похож? Да, по-моему, вообще нормально. Офигенно, как они смотрятся вместе, смотри. Блин, это прям тот результат, которого я хотел. Давай реально, Бэха будет Биба, а это Боба, честно. Офигенно, просто первое, что хочется сделать. Так, берешь? Я соседи скажу точно, ебану, ебану. Слушай, ну они мэтчатся, вот. Короче, это самое главное, что можно сказать. По-моему, по-моему. Смотрится идеально. Я, кажется, капец, как доволен результатом. Это знаешь, как в каждом дворе есть эстет. Вот он, да, я эстет теперь нашего паркинга. Ну, блин, что я могу сказать? Просто кардинальное изменение претерпел. Зеркала не карбоновые. Ну, извините, на что хватило денег? Ну, я не пытался сделать ее один в один. Просто они подходят друг к другу. Эта цель выполнена на все 100%. Реально пришлось проделать огромное количество работы с этим мотоциклом, чтобы это сработало. Ну, и он, конечно... Даже мотор перебирали там и там. Да, мотор, да, и там и там перебирали. Они точно идеальная пара. Короче, ребят, еще раз спасибо огромное всем пацанам, которые мне сегодня помогали. Ссылочки все будут в описании, напоминаю. Вам огромное спасибо, что досмотрели до конца. Я теперь счастлив. У меня на одну BMW больше. Гараж мечты, о котором я говорил, наконец-таки собран. Мотик есть финально готовый. Бэха есть. Четверка финально готова. Х5 тоже, в принципе, весь готов. Осталось 21-го сделать. Скоро тоже выйдет в ролик об этом. Вы не забывайте подписываться на канал, прожимать жирный лайкосик. С вами был Никитоз. Меделиколепный мотоцикл BMW. BMW Family Club. Все, что хочешь. И пока. Я пошел назад его ставить. Продолжение следует...